Друзья, всем привет! В этом путешествии мы посетим с вами город мертвых Даргавс, который находится в республике Северная Осетия Алания. Также нашим взором откроются красивейшие виды на горы Кавказа. Проезжать мы будем по Феохдонскому ущелью. Посетим старые крепости, родовые башни и просто будем любоваться красивыми видами на природу. Также по пути мы заедем в Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, где проведем небольшую экскурсию с вами. А под конец нашего путешествия остановимся в Осетинском придорожном кафе, где отведаем очень вкусный шашлык. Приглашаю вас на эту экскурсию. Поехали! Друзья, всем привет! Мы находимся в Северной Осетии, республика Алания. И в данный момент мы приехали в Феохдонское ущелье. Остановились по пути. Тут есть смотровая площадочка. Такие виды горы, скалы. Смотровая площадка. Тропа чудес. Взрослые 100 рублей, дети 50 рублей. Понятно. Это вот сюда заходишь и, наверное, как-то вот так вот идешь. Вот оно, долина реки. Внизу течет река бурная, горная. Ну, а мы едем куда-то туда, в те горы. Верхний Феохдон. Там есть мужской монастырь. И еще много всего интересного. Не успели мы проехать и 500 метров по дороге, как остановились возле очередных достопримечательностей. Увидим наскальную крепость 12-16 век. И некрополь старинный. Посмотрите, какая панорама открывается. Вдалеке горы, все в снегу. Вот мы ехали просто по дороге. С той стороны оставили машину. И вот на этом скальном участке находится старинная крепость. А вот там некрополь. Сейчас закрыли машину, пойдем смотреть. Просто здесь в горах погода может резко испортиться. Сначала думали все снимать на обратном пути. Но что-то сейчас я передумал. Потому что вдруг пойдет после обеда дождь. Тут затягивает все мгновенно. Посмотрите, река Феохдон. Бурная горная речечка. Наверное, сначала мы сходим на некрополь, да? Угу. Вот люди живут прямо в скалах, да. Старый автомобиль. И гас. Хотели поехать в Даргавс. Это город мертвых. Но вчера прошел в горах сильный дождь. Там грунтовая дорога. Боюсь на нашей пузотерке. Удовольствие будет не из приятных там ехать. Ну посмотрим, может и доедем. Но в принципе, там вот такие же склепы. Только их там чуть-чуть побольше. Около ста. Ну вот, смотрите. Куда мы дошли. Сейчас подойдем, почитаем. Такое культовое сооружение. А здесь на горе пару склепов. Субтитры подойдем. Пойдем. Субтитры подойдем. вы несмотря на то что вчера был дождь земля кстати уже подсохла сотрите какие виды смотрите вроде бы прошли 200 метров но какие красоты открываются то просто потрясающе просто потрясающе вообще я в шоке вот поднялись чуть повыше к склепам тут вот такой надгробный камень и хотел обратить ваше внимание на дату 1878 год сабли тут такие древний воин тут наверное лежит так вот выглядит склеп и ксюха рядом с клепом сейчас поднимемся по тропе наверх там какой-то грот есть посмотрим что он из себя представляет офигенски вон там наша машина внизу стоит прикольно да очень красиво здесь всем рекомендую кто будет в северной осетии посещать феогдонское ущелье впечатление только пока положительные от этой экскурсии поднялись мы до этого склепа пещеры грота ничего тут особо интересного не увидели но зато открылись еще более божественные виды на долину вчера сильный дождь был горах температура с 20 8 9 градусов упала на 16 сегодня вроде светит солнышко уже сейчас поднялись горку запыхались стало жарко да я нашел источник зловония вот они очаровательные создания да вот два таких а там он еще целая отара вот от них конечно пованивает но мы подошли крепости тут надписи вот это вот прямо рядом с хоз постройками старая сторожевая башня гунтовых средние века и вот она крепость скальная крепость говорят она была довольно таки неприступной очень многие проходя по этому ущелью пытались ее штурмовать ни у кого не получилось не знаю надо почитать в интернете я не подготавливался специально к этой экскурсии поэтому не могу вам ничего сказать кому будет интересно наберете прочитаете сейчас покажу как она правильно называется ну да просто оборонительные сооружения в четырех пунктах памятник истории но сюда ведет небольшая тропиночка наверх мы сейчас с вами поднимемся представим себя старым древним воином как будто мы защитники этой крепости камни отполированы до блеска видно не мы первые сюда поднимаемся вот она цитадель есть небольшой грот и вот так вот вид из бойницы на ущелье обалдеть да прикольно ну да может она обвалилась была довольно таки два голубя живут здесь ну а мы продолжаем свой путь дальше по ущелью горы очень красивая дорога конечно вообще обалденная немножко затягивает горы конечно остановился показать староживую башню еще одну здесь на вершине их тут много на самом деле вон еще одна там там по всему ущелью как тебе экскурсия но мы находимся в фиагдоне не мог нам не показать тут стоит атакуют бюст сталина довольно таки ухоженный мы вот такой памятник здесь находится а ну это памятник тем кто погиб во вторую мировую войну местным жителям осетинам угадайте куда мы приехали приехали мы монастырь власти осетии восстанавливают сейчас активно монастырь не знаю там внутри пускают или нет но сейчас поднимемся наверх походим побродим посмотрим я так понял что монастырь был основан возле родовой башни гусовых ну вот мы и поднялись да 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 на вот этих горах два креста вон один на камне там и 2 вот там периодически монахи их подкрашивают белой краской а ну-ка с флагом давай разверни флаг я тебя засниму так вот на монастыре висит вот она кстати башня на монастыре на монастыре висит табличка ремонт двери закрыты это звонница монастыря еще одна башня но вход написан с той стороны но пойдем сейчас посмотрим может быть нам удастся попасть вовнутрь а вот там на горах прямо барашки ходят прям по отвесным скалам посмотрите сейчас попробуем посмотреть как тут кранчик водичка такие вот ворота заезд монастырь еще старые сооружения так написано вход сейчас попытка попытаем счастья закрыта ну не судьба нам попасть вовнутрь поснимать ладно будем наслаждаться тем что имеем но виды потрясающие конечно на горы сухо опять с кошеками собачек в этом путешествии мало встречал ну а что прошлись по монастырю все закрыто все двери закрыты никуда нас не пустили прикольное сооружение стоит посетить однозначно вообще в этом ущелье стоит побывать и все это увидеть своими глазами вот очень крутая лестница подниматься было жестко спускаться надо держаться запор очень да потому что ступеньки жесткие в общем ребятушки решили мы поехать все-таки в даргавс погодка нам позволяет пока светит солнышко дорожное покрытие тут отсутствует на дороге дорога будет грунтовая показывает 15 километров пути посмотрим куда доедем туда доедем тут есть еще качели какие-то на вершине горы было бы неплохо потом зафоткаться в общем оставайтесь с нами продолжим продолжим короче поднимаемся мы в горы лучше конечно на таких дорогах ездить на внедорожниках вот такие вот видосы открываются с окошка так вот так машинка на загоняя еще не ребята вышли поснимать мест местный джигит поэтому быстро едет внизу там всего там нифига себе крутяк люди живут очень красиво мы сделали очередную остановочку в горах чтобы показать вам пейзаж открывается наш и очередная обзорная площадка с качелями офигенное местечко такая красотища так кто последний за вами будем а вы тогда за вами тоже хотим прокатиться без разницы мы никуда не спешим и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень круто Снимаю Ой, слушайте, а запах не могу передать Вот это уже Желтое цветет, да, вот это Ой, какой запах, сколько его тут много Так, ладненько, прервемся Для маленькой фотосессии И продолжим наш путь В Даргавс Ну что, мы сделали это, доехали До заветной точки Сегодняшнего нашего путешествия В село Даргавс И сейчас Пойдем смотреть Некрополь Так называемый Городок мертвых Прежде чем посетить город мертвых Надо ознакомиться с его правилами Что можно делать, что нельзя Билет стоит 100 рублей с человека Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, внутри в этих склепах Захоронены люди Много веков назад И они до сих пор Скелеты сохранились Видеосъемка запрещена Внутри могил И не будем заниматься Нарушением законодательства Но поверьте мне Если просто заглянуть вовнутрь Видны кости Людей Останки Поднялись мы К старой живой башне Сейчас поднимемся Откроется Потрясающий вид на ущелье Здесь немножко ветер В этом ущелье всегда есть ветер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а мы прощаемся с города мертвых в Даргавсе И продолжаем наше путешествие Друзья остановились в таком На дороге прямо Вот трасса Кафе Правый берег называется Тут такие домики прикольные Прямо на берегу реки Уже заказали себе обед Сейчас пойдем покажем вам Как выглядит домик Все готовят на дровах Говорят что все вкусное Свежее Вот тут прямо река течет Бурное Горное Вот такое красивое ущелье Есть беседки А есть вот такие домики Сейчас я вам покажу Вон они домики внизу Прямо на берегу Речечки получается Это вот довольный местный котик Ну что пойдемте смотреть домики Вот это наш второй домик Прошу Вот так вот Это все здесь выглядит Можно сделать вот так И уйти в Нирвану Вот такое вот тут меню Мы вам потом все расскажем Покажем Что сколько стоит Вот шашлык Свинина 90 рублей Телятина 125 Филе горябяжье 220 Баранина 195 Это цены за 100 грамм Вот всякие пироги осетинские С сыром 280 рублей Он килограммовый Чтобы вы понимали Одним таким пирогом Можно вдвоем Запросто накушаться Уха и семги 500 рублей Что тут с алкоголем у них Ну пиво От 70 до 150 рублей Чай травяной Литровые чайники По 200 рублей Кофе 100 рублей Газированные напитки От 60 до 170 Соки натуральные Ну сейчас посмотрим Когда принесут с ними Так Друзья Ну вот это называется Уалибах Выход 1 килограмм Стоит 280 рублей Салатик из огурцов Это соус к шашлычку Вот такой чайничек Чая за 200 рублей Литровый Чай на травах Сахар прилагается Ждем шашлыки Начинаем трапезу Ну вот такой обед Вот еще шашлычок подошел Покажи что там вот это все жалко камера не передает друзья все вот в такой красоте мы кушаем река течет рекомендую всем это кафе но я потом еще дам отзыв как это все вкусно или нет учете понравилось не до осетинская еда прикольно вот так друзья мы провели один из своих дней путешествия по северной осетии этот день нам подарил очень много ярких эмоций впечатлений показал все гостеприимство этого края очень много интересных локаций посетили в общем в двух словах то это все и не опишешь это надо самому ехать смотреть путешествовать так что ребята подписывайтесь на наш канал смотрите ставьте лайки оставляйте комментарии все всем пока пока до новых встреч